Добрый вечер. Вчера в первом чтении Государственная Дума приняла закон о налоге на роскошь. Нам необходим закон о налоге на роскошь. Буржуи, конечно, жируют, это несправедливо. Это закон социальной направленности, очень правильный, очень своевременный, очень полезный, поскольку он показывает, что все-таки в нашей стране, постоянно процветающий и безудержно приумножающий собственное ВВП, тем не менее, есть определенное такое маленькое скромное расслоение. У нас практически все живут очень хорошо, у всех трехкомнатные квартиры почему-то именно в Москве с видом на море на Красной площади в Сосновом Бару, красный экран не переводится, но из общего ряда вот этих всех достижений, в том числе социального уровня, в последнее время, спасибо Путину и Медведеву за наше счастливое детство, особым неудовольствием пользуется дифференциация именно в транспортном потоке. Видно, ну вот Майбах, ну вот S-классовский Мерседес, ну Гелендваген, это не совсем прилично. Прилично, когда машинка у тебя скромненькая где-нибудь до 5 миллионов. 4,5 миллиона, ну нормально, вот 5 миллионов это все-таки вызывающе, и с этим надо что-то делать, Государственная Дума абсолютно правильно среагировала на вызов времени, она любит на вызовы времени реагировать подобным образом. Дума у нас в принципе занимается только одним, она пытается что-нибудь ужесточить или кого-нибудь наказать или рублем штрафануть, и здесь в этом русле логическом абсолютно правильно было принять в первом чтении закон о налоге на роскошь. Там немножечко еще яхты так под ногами путаются, чуть-чуть что-то такое вскользь о недвижимости, но, конечно, основное, самое главное, самое приметное, это та часть закона, которая касается дорогих автомобилей. О том, как именно этот налог будет реализован, как он будет платиться, очень хорошо, совершенно убедительно и однозначно ответил Жириновский. У него корреспондент телевидения спросил, что вы будете, как вы будете платить, что вы будете платить, а довольно-таки известно, что Жириновский у нас ездит на Майбахе. Он по поводу этого Майбаха как-то объяснялся, первый раз, когда он на публике засветился в этой машине, у него спросили, откуда денежки на Майбах у дотационной партии. На это Жириновский очень убедительно сказал, мне его подарил сын, которому подарил сын, сын, которому подарил сын. Поэтому от сына, где подарок этой машины был сыном подарен сыну, вот эта машина, она, если посмотреть, то по документам она у сына на подарок, поэтому ее подарили сыну, и вот эта машина не моя. Сейчас, когда корреспондент у него спросил на налоги на роскошь, первое, что сказал Жириновский, повернув лицо в сторону неудовольствия, это такая специальная маска, иногда он поворачивается, и там все сияет, а тут вот бац, ракурс был неудачный, он сказал, ну вообще-то законы должны стимулировать людей на потребление. А во-вторых, у меня нет никакой машины. У меня есть запорожец, старый, ему больше 50 лет, и документов у меня на него нет. Это то же самое, как с женой. То ли есть, то ли нет. По документам нет. И запорожец на всех случаях по документам тоже нет. Вот и все. Не будет никакого налога на роскошь. Никто не будет его платить. Машины стоимостью от 5 миллионов и выше у нас неприкасаемы в принципе по всем статьям. Никто и никогда не получит ни копейки с тех людей, которые реально владеют этими машинами, которые на них перемещаются. И вообще вот эти вот потуги, кого-то взять и так справедливо заставить платить налоги, это говорит о том, что у нас госдура, она состоит из интеллектуально несостоятельных? Или эти люди такие наивные? Они придумали правовую норму, которая обязывает людей расстаться с деньгами в нашей-то стране, где у нас в принципе никто налогов не платит вообще никаких и никогда. Вы помните эту разборку, когда у нас вдруг возникла из ниоткуда вице-премьер Ольга Голодец? У нас блистательная фамилия для человека, ну такое совпадение, очень удачное тематическое совпадение для человека, занимающегося как раз голодными людьми, социальным сектором. Она сказала, что у нас из 86 миллионов людей трудоспособного возраста, ну это не значит, что все у нас трудоспособные работают, по возрасту им полагалось бы, их 86 миллионов, из них 38 миллионов работают непонятно где, непонятно кем, непонятно что делают, и налогов не платят. Это довольно весомо. Юлия Латынина приводила немножко другие выкладки, она полагает, что 105 миллионов в нашей стране не платят налоги, вообще никакие, и Юлия Латынина поясняла, почему такая цифра. Она включила в список людей, которые не платят налоги, в том числе госсектор непроизводственный. Вот, например, депутат Госдумы, он из рук государства, не производя никакого продукта, получает свою жалкую зарплату, ну там каких-то 100 тысяч. Из этих 100 тысяч он платит 13%. То есть, с точки зрения государства, оно на 13% переплатило вот этому очень нужному, но не производящему продукт, персонажу, а потом эти 13% вернуло. То есть, из одного кармана в другой переложило одну и ту же сумму. Оно не получило ни копейки сверху. И на этом фоне понятно, что, во-первых, статистика Латыниной, она ближе к истине, к реальному положению дел, но из этого следует, что у нас в стране, в принципе, никто не платит налоги. И тогда понятно, почему Газпром совершенно справедливо себя называет национальным достоянием. Собственно, только Газпром и платит. Когда либеральное крыло Ледяной России обсуждало ситуацию в стране, то было заявлено, что у нас в живых осталось всего 1200 предприятий, из них практически 80% это оборонка. То есть оборонка, которая, по большому счету, тоже ничего не производит. Короче говоря, экономика есть, но ее, в общем-то, нет. Население есть, но оно ничего не платит. И, в принципе, платить не будет. И тут появляется налог на роскошь, потому что... Ну, потому что буржуи уже просто ведут себя неприлично и так демонстративно показывают свои сверхдоходы. Еще недавно можно было пройти мимо Совета Федерации и посмотреть на стоянку. Бентли, 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 Бентли. А Мерседесишка, еще один Мерседесишка. И эти люди будут платить налоги? Налог на роскошь? И все эти коэффициенты для машин больше 5 миллионов стоимости, 10 миллионов стоимости, старше 3 лет, младше. Это все игра в слова. Вот именно это и называется популизм. В принципе, это же называется глупостью. У нас человек, когда получает какие-то серьезные, большие деньги, он что делает? Он тут же бежит к своему бухгалтеру пинками, его заставляет, кричит ему, Мария Ивановна, давай быстро белую бухгалтерию, срочно нужно платить налоги. Конечно, у нас любой человек, он в принципе заточен под то, чтобы государству родному, которое позволяет ему жить в нынешних блистательных финансово-экономических условиях, воздать должное, пойти заплатить. У нас ведь бизнес, он что платит? У нас бизнес платит НДС 18%, у нас бизнес платит налог на прибыль 20%, у нас порядка 30% это социальные выплаты, вот то, что тает в бесследно абсолютно, исчезая в пенсионном фонде. Ну, еще у нас при различных финансовых схемах порядка 13% НДФЛ. Итого получается 80% с легального бизнеса ты должен отдать государству. Ну, потому что государство тебя выкормило, вырастило, ты ему должен. И тебе остается 20%, с этих 20% у тебя все уходит в развитие, у тебя уходит на все твои схемы по легализации дохода, конечно же, на то, чтобы еще заработать. Потом у тебя появляется машина, а тут приходит Жириновский, который говорит, что ну я-то платить не буду, у меня Запорожец, а ты, конечно, заплати. Не будет этого. Вот это абсолютная ерунда. Никакого налога на роскошь в нашей стране реализовать не удастся. Написать можно сколько угодно разных законов, разных бумажек, но это все только говорит о том, что верна сентенция наших очень далеких предков, четко сформулировавших признак упадка. Чем больше законов, тем ближе конец данной государственной системы. У нас законов очень много, у нас Государственная Дума занимается как раз ловлей этих специальных людей, которые что-то кому-то не додали, хотя в целом понятна уже картина. Ну, нет у нас, у реальных богатых людей, за душой ничего. Ни квартир, ни яхт. В Майами у них ничего нет. В офшорах у них все закончилось в одну секунду. Вертолетов у них нет, самолетов у них нет, недвижимости у них нет, дач у них нет. И автомобилей у них тоже нет. К тому моменту, когда Госдума мучительно доползет до третьего чтения этого закона, он уползет к олигархам в Совет Федерации, он будет наконец-то подписан президентом, борцом с коррупцией. Все уже забудут об этом. И будут хорошие правовые схемы, которые позволят нормально ездить, существовать и, конечно же, не платить. Хотя, учитывая, что у нас в Госдуме либо неумные, либо наивные, можно предположить, что они наивные, сразу всплывает вот эта схема. Помните, как в начале перестройки, когда только-только нынешние олигархи были еще банальными бандитами и резали друг друга, среди них был очень популярен анекдот, про них был очень популярен анекдот из серии «Как ты умудрился купить это задешево, когда то же самое можно было задорого?» Встречаются два новых русских, один и другой. Галстучек-то почем брал? За 100 баксов. Да ты что? Вон там за углом было за 300 можно купить, но ты даешь. И вот эта, видимо, наивная схема, она как-то в головах у депутатов остается. Депутаты предполагают, что люди у нас налоги платят, обожают это делать. Чем богаче люди, тем они ответственнее. У нас миллионеры, они вообще в принципе, они честные, они у нас порядочные, они у нас бесхитростные. У них альтруизм граничит с глупостью, но они мечтают платить налоги. И здесь, вот по этой логической схеме, конечно же, они сейчас, скорее всего, сделают верный, ожидаемый шаг. Они продадут свои автомобили, которые там всего лишь где-нибудь там 5,5 миллионов, с тем, чтобы купить себе машинки по 10 миллионов, ну и уже заплатить государству. Нашему любимому, нашему дорогому государству заплатить, потому что налог на роскошь, он ведь нужен казне. В казне пусто, пустовато там, как-то даже на Олимпиаду не хватает. Про дороги я уж не говорю. По факту мы видим, что про дороги дырки там на асфальте. И, конечно, здесь нужно срочно всем олигархам сгрудиться, выстроиться в очередь, заплатить налог на роскошь, с тем, чтобы помочь родной стране, родному бюджету, родному государству. Это необходимо. Видимо, так они и сделают, потому что, наконец-то, будет закон, обязывающий их поступить подобным образом. Депутаты, конечно, ребята потрясающие. И хорошо, что у нас у трона есть клоун, который четко говорит, как будет на самом деле. Потому что без его подсказки по телевизору можно было наивно предположить, что действительно какие-то законы, особенно подобного фискального плана, у нас сработают. Но это не мешает Государственной Думе заседать, собираться, голосовать, делать умное лицо. Пусть ребята этим занимаются, у них именно за это зарплата идет. Другое дело, что это единственный, наверное, закон, который, по большому счету, никого в стране не касается. А это приятно. Новости. Московские пробки традиционно идут на убыль. С 9 баллов они резко рухнули, аж прям-таки до 8. Из этого следует, что все мы в мертвую стоим. Поэтому давайте пообщаемся. 65, 10, 9, 9, 6. Это такое нормальное развлечение для пробок. У нас сегодня Константин открывает общение. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Как вам стоится? Нормально. Стабильненько? Стабильненько, да. Понятно. Что у вас интересно в автомобильной жизни? В автомобильной жизни хотел спросить у вас совет. Какая машина лучше? Volkswagen Touareg, 8-9 года, 3-х литровый дизелек. Или все-таки Kia Saren, там тоже дизельная, да? Сильно из Кореи, которая... А у корейцев, кстати, в отличие от тех машин, которые у нас в Ижевске собирались у них, задний привод. Вы имеете в виду новую, которая совсем легковая, или старую, рамную еще? Ну, нет, новую, которая 11-го года. А, ну, тогда все понятно. Это просто легковушечка, она очень симпатичная, потому что до этого Saren, корейская комплектация имела постоянный задний привод подключением и передний, а на Россию они шли уже с постоянным полным приводом, а вы сориентированы на очень красивый автомобиль. Но, знаете как, новый Saren будет сильно лучше любого другого ни нового автомобиля, пусть даже такого хорошего, как Туарек. Тем более, трехлетний Туарек, ха-ха, три раза. Хорошая машина, хорошую просто так не продают. То есть, что с ней такого сделали, что решили от нее избавиться всего лишь по истечении трех лет? Видимо, что-то такое. Куда-то на ней поехали на какой-нибудь оффроуд, что-то там свернули. А потом сказали, Константин, купите, пожалуйста. Практически ни разу не надеванное. Через лужи переносили всей семьей. Сарен-то будет интереснее. Тем более, в нем за его не совсем адекватные деньги, тем не менее, много автомобиля. Но это чистая легковушка. Это машина, которая позволяет вам очень здорово штурмовать асфальт у себя во дворе. Как только снежок высыпется, будут уже небольшие трудности. А вы сейчас на чем ездите? На Шкоде, на КТАВе, 1.8 только. Слушайте, у вас такая шикарная машина. Вы просто решили джипануть, наконец-то? То есть, подняться в статусе и в клиренсе? Не в статусе и в клиренсе. То есть, зиму эту я очень тяжело перенес. Эту зиму... Константин, эту зиму мы все тяжело перенесли. Даже личный Собянин, который сам собственной лопатой учил рабочих разгребать снег. Я видел это по телевизору. Я проникся к нему и к Ким Ирсену удвоенным уважением. Туарек и Сарен-то будут в этом отношении по-разному себя вести. Туарек будет бороться. И развалится, потому что он не новый. Сарен-то бороться будет меньше, но не развалится. И вы вспомните родную Шкоду, которая уже есть. Вы как-то так, по-моему, совсем сильно озадачились. Илья, здравствуйте. Алло, добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, радиослушатели. Хотел по поводу вашего выступления в предыдущей части программы сказать, что, конечно, я наконец вспомнил одно слово, которое очень вежливо и, к сожалению, отражает нашу Госдуму. Популизм. Да. Первые четыре буквы надо выделить жирно и большими, чтобы было понятно, куда направлены их языки и что они вижут. Но это не важно. Сергей, знаю, что вы любите и хорошо относитесь к американским машинам. Что вы можете сказать о Хаммере H3? Ой, ну, это очень хорошая безделушка. Это шикарная безделушка. Вот можно купить брелочек за 30 центов, и он будет в кармане так радовать. А можно купить эту машину, которая на нашем рынке называется Хомяк, и этот Хомячок будет радовать. Он немножечко странненький, но при всем при том он очень прыткий. Это один из, наверное, самых брутальных кроссоверов, которые только в нашей стране продавались. Потому что он ни разу не внедорожник, но у него избыточно мощный мотор, и на этой штуке очень прикольно скакать. Там два есть мотора. Один человеческий, там, до 250, 235 или 245. Вот, вот я, честно говоря, на него посмотрю. А по поводу, что совсем не джип, ну, вроде бы блокировочки-то присутствуют, углы, средства небольшие, колеса большие, углы приличные, почему нет? Вот те люди, которые эту машину делали, они вообще-то в бездорожье понимали толк. Они знали, зачем они все это делают. Но если посмотреть в те же самые форумы счастливых владельцев Хаммеров, там регулярно возникает человек, который говорит, слушайте, вот тут раму повело, никто не знает, какой кувалдой править. А вот там... Он сделан, извините, на базе Трейлблейдера, по-моему, да? Вот H3, в отличие от H2. Ну, в принципе, с учетом его агрегатной базы, да. Хотя вообще машина по-честному проектировалась. То есть они не то, что взяли из инструментальных закромов номенклатуру запчастей, из нее собрали машину, наградив ее другим внешним видом. Над ней по-серьезному думали. Но все равно это получился агрегат, у которого в самых неожиданных местах, очень напряженных, вдруг всплывает силумин, такой пионерский материал, который крошится довольно быстро. И к этой машине нельзя относиться всерьез, как к внедорожнику. Как к кроссоверу – очень хорошо. Как к кроссоверу – супер. Извините, перебью, потому что ищу замену большому универсалу, большим клирусом, под именем Шевроле Каптиво. Поэтому хочется оставить такой же большой бензиновый мотор, потому что нравится и рык, и ускорение, и все. Но при этом отсутствие блокировок каких-либо... Хоть каких-то представлений, чтобы штурмовать снег во дворе, оно немножко смущает. Поэтому ищу кроссовер. Но я про Туарег уже понял, что Туарег хороший, когда он новый. Он лучший, когда он новый. Совсем хорош. Бюджет уже не тот. И вот как раз я звоню вам, вы как раз рассказывали, Туарег за миллион – мисс или реальность. То, скорее, это мисс. Я посмотрел, и вот нашел еще машинку, которая внешне нравится. Надо только посидеть и пощупать. Хотел, как раз, ваше мнение. Ну, вы, кстати, посмотрите, сядьте в нее, пощупайте. Особенно пощупайте у нее подогрев сидений. Вот озадачьтесь поиском этой кнопки, ее включением и выключением. Вы получите массу интересных представлений о конструкторской школе американцев. Я хомяков этих регулярно наблюдаю на всяких оффроудных покатушках типа Волока. Они там молодцом. Они очень хорошо бросаются в прорубь практически первыми. Они даже, отхрюкиваясь, выплывают на тот берег. После чего подвига не повторяют. На следующем Волоке их уже нет. Они в капремонте. Они там себе раму аккуратно рихтуют. Они там воспроизводят прежнюю геометрию подвески и вообще занимаются апгрейдом. Потому что то поменять, все поменять. Для двора отличная машина. Кстати, не такой уж у нее большой салон и совсем скромный багажник. Салон и багажник, честно говоря, не особо. Потому что не первая машина в семье. Но просто машина, которая вам нравится, к сожалению, вот я... Это имеет поджироспорт в последнем кузове. К сожалению, когда... То, что наружу нравится, но когда я залез внутрь, я ужаснулся и понял, что это как гранд-черокий предпоследнего поколения, когда снаружи эгэгэй, но внутри москвич 2141, это верх дизайна, по-моему. Да, да, именно так и есть. Японцы, они любят экономить на пластмассе. Это загадка. Почему они так шикарно гнут железо и почему они так нелепо льют пластмассу? Вроде бы должно быть наоборот. Но, Илья, вот если вам нравится хомячок номер 3, возьмите его, потому что в этой машине много плюсов. А если вы не будете выезжать на суровое бездорожье, то о минусах вы, может быть, даже никогда не догадаетесь. А по асфальту как? Он вроде бы здоровые колеса, рама, то есть на асфальте он не шибко. С таким мотором ему без разницы? Нет, ну я понимаю, мотор, понятно, газпол, газоотказ это непобедим, но просто хотелось понимать, с точки зрения управления, конечно, понимаю, что требовать для него управляемости М3 и BMW бесполезно, но будет ли он у нас как вот Nissan Pathfinder, который с виду эгэгэй, но я что-то не видел на трассе, чтобы они ехали больше 120, потому что я понимаю, что машина реально опасная. Да, машина страшная. К машине присидитесь, и дальше у вас не будет к ней особых претензий. Но она тоже 150 по трассе не держит, вас сдует с этой дороги. И Хаммер вам... Коптива, к сожалению, не держит, да, вот это уже, значит, минус получается. Коптива не держит, Коптива переднеприводная. Коптива держит, да. Коптива, она молодец, и Коптива это вообще суперсовременный автомобиль, это хорошая, классная легковушка, у нее управляемость легкового автомобиля, у нее практически нет раскачки, и она не валкая, потому что ей подвеску дорабатывали с тем, чтобы она нормально стояла именно на хорошем асфальте. Поэтому, конечно, хомяк, он будет кардинально другим. Хомяк для того, чтобы медленно фланировать, а на Коптиве можно еще и носиться. На хомяке носиться будет сложно, тем более он американец. А у американцев у них, даже когда они напрягаются всем GM, и бросают все усилия, у них не получается всего-навсего руль, всего-навсего тормоза, и всего-навсего курсовая устойчивость. Вот обычно у них это не получается, все остальное у них хорошо. Поэтому на Хаммере вы найдете отголоски этой борьбы, и поймете, что в американской интерпретации оно непобедимо. То есть, как бы технологически провальных узлов, как, кстати, та вот самая Коптива с двигательным 3.2, с этими растягивающимися цепями вечными, то есть провальных узлов на Хаммерке третьем не наблюдается, как вы сказали, правильно я понял? Нет, одна треть узлов у него порочно. Но поскольку не всегда вы добьетесь машины, то есть вы до гробовой доски машину добивать не будете, многое не всплывет. Как только вы выйдете на этой машине на оффроуд, выяснится, что она вся состоит из сплошных косяков. Спасибо огромное, Сергей. Прекрасный ответ. Спасибо вам. Илья, удачи вам в приобретении этого хитрого автомобиля. Так, Василий, мы еще успеваем с вами познакомиться. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Сергей. Такой вопрос он сразу сделал, что в третье время не отвлекает. Хочу поменять машину, и взгляд мой упал в Subaru Forester. А что у вас сейчас? На новый денег нет. У меня сейчас старенькая Mazda Protege 5. Ага. И вы хотите какой Forester? Forester второй, смотрю, на третий. Не хватает мне денег. Он будет убитый, он будет с болезненным мотором, у него будет масса проблем с перегревом. Скорее всего, его пару раз прокопятили, и у него мотор уже, там, головки у него их две. Обе головки у него потихонечку отваливаются, через прокладку пропускает. А так он будет снаружи ничего, вполне бодренький. И вообще, сам по себе аппарат, вот первый был интересен, второй был похуже, третий, к сожалению, деградировал. Перерыв на новости. Телефон 6510-996. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, радиослушатели. Я бы хотел узнать, что вы скажете по поводу машины Kia Corus. Была бы у нас заставка в виде аплодисментов, я бы сейчас нажал бы эту кнопочку, с тем, чтобы мы все послушали, как люди хлопают этой машине. Это замечательный аппарат, молодцы корейцы, что, наконец, вошли в этот класс, в этот сегмент. И сейчас они потихонечку начнут пинками выгонять оттуда всяких самозванцев, типа Lexus и прочие Acuras Infinity. Они, кстати, это сделают. Вы советуете, да, потому что мы, как бы, уже заказали машинку. Гениально. Вы с каким мотором? Полной комплектации машина идет. Замечательный аппарат. Там четыре, да, полная, максимальная комплектация. Это машина, сделанная от души, причем в нашей стране ее восприняли как дебютанта. Вот люди посмотрели, сказали, ух ты, впервые, наконец-то Kia шагнула в этот класс. А на самом деле, ну, мало кто у нас был в Корее. Мало кто знает, что обычная машина корейца – это автомобиль класса D, E, F и так далее. То есть нам-то кажется, что Корея должна быть маленькой, они там все на Матиссах ездят. Нет, они там как раз все на Корисах-то и катаются. Причем из поколения в поколение. Потому что до этого были всякие там Эквусы, Даймонды и прочее. И большие машины, вот такие американизированные, корейцы умеют делать ровно столько, сколько они, в принципе, занимаются автомобилестроением. И Корис – это очень правильный заход, молодцы, сделано по-честному, сделано интересно. Прямое сравнение вот этого автомобиля, прямая конкуренция только с Мерседесом-БМВ. Ну, скорее даже с Мерседесом, потому что все-таки БМВ – это отдельный вид в развитии. Это прямой конкурент Мерседеса. А вот эти всякие там дешевые подделки типа Инфинити и Лексуса, в первую очередь, вот такая вот машина-обман, когда ты берешь просто Тойоту, но втридорога. Вот у Кориса этого нет. Корис – это по-честному сделанная машина, и что приятно, ну, все же знают, что это всего лишь на все корейцы, поэтому вас не заподозрят в том, что вы уклоняетесь от налога на роскошь, как это делает, например, совершенно нищий Жириновский, у которого задушают драный запорожец. У Жириновского даже жены и то нету, у него только запорожец. Да-да-да. Вы очень правильно сделали. И Корис – это агрегат, который все-таки, он рынок под себя согнет. Он начнет с Америки, а потом и в Европе будет, в России в частности. Мы, конечно, снобы все, у нас же консерватизм. Мы привыкли к тому, что Rolex, Mercedes, ну ничего, потихонечку-потихонечку. И Киа тоже придет к тому, что она здесь займет свой маленький процент рынка, а потом большой процент рынка. Спасибо большое, Сергей. Эх, Алексей, какие приятные хлопоты. Алексей, еще один. Здравствуйте. У нас, наконец-то, автомобильные Алексеи пошли в бой. Алексей, добрый вечер. Здрасте. А вот стою перед выбором «Туарег» бензин, «Тойота Хайландер» и еще «ХЦ-90». Мне нравится, что «Тойота рыбы». А вы по внешности их, судя по всему, выбираете? Ну, в том числе. Для покатушек по городу или куда-то еще? Это город, город прежде всего. Но народу иногда приходится возить достаточно много. То есть хочется поселить парочку человек в багажник, посмотреть, как они там будут себя чувствовать. Да, возможно. Вот «Хайландер» — это самая легковая из них машина. То есть это просто-напросто «Камри», ну, немножечко сделанная в другом форм-факторе. И у нее огромный плюс салона, то, что если те люди, которых вы везете, они, например, только что из-за стола, очень много выпили и вы их укачали, то потом отмыть салон можно будет из шланга. Потому что он абсолютно резиновый с вкраплениями дешевой пластмассы. Вот «Хайландер» — это как раз та самая машина, которая объясняет даже самым недогадливым, что одноразовая японская дешевка, она просто обнаглела по цене, и именно ее покупать не надо. Потому как несоответственный вот этот диссонанс между тем, что внутри, и тем, что на ценнике, он просто ужасающий. Почему «Хайландер» должен столько стоить — это загадка. Почему его надо покупать за эти деньги — это загадка. А «Туарек» и «Хосе 90» — это, конечно, более пристойные машины, они разные, но поскольку вы хотите «Туарек» себе бензиновый, соответственно, это пулялка-гонялка, на ней будет здорово. Это удобная, классно сделанная машина. «Хосе 90», несмотря на то, что старичок, он тоже молодец. И что с дизелем, что с бензином, приятно то, что он не поливает асфальт топливом. У него нет вот этого чудовищного перерасхода, как это бывает на большинстве других автомобилей. Здесь просто остается выбрать, вот в чем удобнее сидиться, в чем лучше вы смотритесь. Вот вы, как Алексей, мужчина в расцвете сил и красавец совершенно безудержный. Вот что лучше подчеркнет ваш, в том числе, статус, ваши достижения в этой жизни? Либо «Туарек», либо «Хосе 90». Если у вас есть склонность к интеллигентности, например, вы по какой-то причине в очках, «Хосе 90» будет дополнением к портрету. Если вы имеете там нюансы брутальности, «Туарек» чуть-чуть добавит вам перца в образ. После чего вы пойдете купить себе ML. Сергей, а вот «Хосе 90» там реставрирование не предвидится в ближайшее время? Смерть ему предвидится, потому что ему уже 12 лет, его уже 8 раз таскали на пластическую операцию, ему уже поменяли все лампочки, и еще его будут доигрывать и докатывать. Просто внутри корпорации «Вольво» сейчас идет очень серьезный раздрай. Они пытаются понять, на чем они будут плыть, куда они будут плыть и как они будут плыть. Там же китайцы теперь. А китайцы, они немножко другие люди. Китайцы очень любят брать запорожец, растягивать его на 25 человек и сделать из него лимузин. Они не очень понимают вообще в принципе явление под названием «Хосе 90». И поэтому шведы держат машину на конвейере до тех пор, пока не поумнеют китайцы. Но перевоспитывать китайцев это тяжело. Они поэтому просто измором их берут. Может быть, через какое-то время ситуация изменится. «Хосе 90» в общем по сию пору еще неплох. Александр. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Ну, как всегда, проблема выбора. Приятные проблемы. Да, это понятно. Только не всегда согласованные с семьей получаются. За дочь третий год катается на детстве втором. Машинка классная на самом деле. Да. Неубиваемый аппарат. Но, как говорится, ребенок подрос, уже опыта набрался. И он практически не вырезает из машины. И, в общем-то, пора на что-то менять. На мужа. Александр, на мужа срочно. Ну, это даже не вопрос. Но, чтобы найти мужа, надо что-то повыше и чуть побольше. Вылезти из-за руля. Тоже вариант. А она же спряталась там. Где же ей с ним познакомиться, если она постоянно за рулем? Ну, и машинка маленькая, и никто внимания не обращает. Вы тогда купите Порше Кайман? Знаете, сколько будет желающих? Только не этот второй. Знаете, если серьезно, пытался присмотреть что-то. Ну, как-то вот вообще в глаза разбегается. То есть, первое, на что положил, это Ниссан Жук. Но понял, что это не то. Сами испугались? Совсем не то. Сам испугался, да. Ее отговорил. И она теперь уже испугалась. Кашкай тоже как-то не очень. Вот мимо проезжает Калеос, допустим, Рено. Вот что-нибудь подобного плана. То есть, она хочет большую гору железа? Чтобы что? Нет, нет. Небольшая гора железа. Просто нормальный автомобиль. Комфортный в городе. Никакого бездорожья, ничего. Ну, с достаточно приличным клиренсом, чтобы можно было окурки не собирать, а в них не спотыкаться. Ну, так не компактно. Ну, такой же средний. Александр, она же у вас на Гетце научилась объезжать окурки. Она же даже, скорее всего, ему защиту не снесла. Хотя Гетц низенький. Нет, не снесла. То есть, молодец. Но диски правили уже раза три. Ну, это не от нее, это от дорог. Ну, это понятно. То есть, получается, что вы ищете кроссовер стоимостью в миллион с небольшим? Ну, может, даже не кроссовер, а что-то такое подобное. Кроссовероподобное внешне, но ходовым, как обычно, легковая. А вот вы видели линеечку ДС, Ситроэновскую, и там у них есть такая штука, называется ДС-4. Честно говоря, я не обращал внимания. Вот у ДС-4, у него в чем интересная особенность, французы, они ничего не понимают в полном приводе. Они в этом отношении тупые. Но они, когда начали делать ДС-ку, они взяли ее, задрали по дорожному просвету, там в нижней точке, где-то порядка 177 миллиметров. Ну, 170 миллиметров там точно. И они, мы-то с вами по этому поводу смеемся, поскольку понимаем, насколько они далеки от истины, но они считают ДС-4 городским кроссовером. И ДС-ка, внешность, будь здоров, какая, особенно если дочка не ленится мыть машину, получается, что она едет на очень неординарном, привлекательном аппарате, который, ко всему прочему, позволяет ей не спотыкаться об окурке, как вы совершенно блистательно сформулировали. И эта Ситроя НДС, это как раз девчачья машина, которая обозначает, что пора замуж. Я понял. Спасибо за совет, обязательно посмотрю. Гляньте. Потому что вот этот достаточно банальный список, знаете, девушка в Кашкае, это безнадега полная. Это ей еще в руки айфон, и все. И она замуж не выйдет вообще никогда. Девушка с Кашкаем и с айфоном, она замуж в принципе не выходит. Она просто никому не нужна. Она никому не интересна. А девушка на ДС-4, вот это да. Вот это нетривиальный вариант. Это будь здоров. Какая барышня? Она интересна. Там был автомат, передний привод. Да, да, да. Автомат передний. Никаких привод. Там есть всякие штучки-дрючки. Машина получается недешевая, но она очень неординарная. И здесь будет важно... Как повезет. Конечно, до корейцев далеко даже немцам. Корейцы молодцы. Но из этого не следует, что машина развалится. Нет, она будет служить. Тем более дочка у вас с Гетцем, с нежностью. А уж с ДС-4. Это будет такой альянс. Если она его полюбит, то она опять-таки не выйдет замуж, потому что зачем ей муж, когда у нее есть ДС-4. Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Наконец-то я до вас дозвонился. Очень приятно. Я рад. Я бы вам запошел программу. Сергей, назрел. Два вопроса пока дозванивался. Дозвонился уже не первую неделю. В общем, вопрос номер один. Являюсь пока что еще счастливым владателем Passat CC. Так. Ну, пробег сейчас у нас 36 тысяч. Ну, то есть, чего ждать? Ничего. Гарантию в машине. 36 тысяч? У вас ДСГ, которая гарантию имеет на 5 лет. Поэтому даже если вдруг какая-нибудь неприятность с этим ДСГ... Ну, уже неприятность была. Уже гарантийная замена сцепления случилась. На каком пробеге? Где-то, по-моему, на 30. Ух ты. Не каждая птица долетает до середины Днепра. Ну, вот про то и речь. Поэтому как-то я напрягся слегка. Да, да. Но зато какая эстетика? Эстетика сумасшедшая просто. Абсолютно. Вы едете на машине, и сразу всем все понятно. Потому что вот это продукт. Вы же, собственно, ее покупали-то ради внешности. Она же не лучше обычного Passat. Но зато как выглядит. Она еще и белая, к тому же. О-о-о. Красота. Сергей, и второй вопрос. Он с курного характера. Под ремонт, под дачу и под рыбалку. Выбираю между двух пикапов. Между L200 и между BT50 побегавшими. Что бы вы посоветовали? Вот пикап именно критичен. У L200. У L200 что хорошо, особенно если вы возьмете у него с постоянным полноприводом. Ну, не парт-тайм, а этот. То есть не изи-селект, а супер-селект. Соответственно, у вас вы можете постоянно и полнопривод включили, и забыли, и едете на нем. Расход топлива минимальный. Кабина приемлемая. То есть вы можете посадить на заднее сидение не только маляров, но и семью. Плюс блокировка заднего дифференциала. BT50, он тоже молодец. Но блокировки сзади у него нет. И у него кабина бесчеловечная. Там выживают только сидящие двое спереди. Те, кто сидит сзади, это люди просто в таком чудовищном... Ну, знаете как, прокруст делал это сидение. Понятно, Сергей. А скажите такой момент еще. Рассматриваю машинку, побегавшую, где-то в районе 80-90 тысяч. То есть какие там у него могут быть беды, проблемы и всякое такое. Оставайтесь на линии. Поговорим после новостей. Иван, вы еще тут, я надеюсь? А я еще здесь. Да, вот смотрите, какая странность. Именно за L200 это. И, в принципе, за Mitsubishi'овыми машинами. У L200, у них на рубеже, по-моему, 90 тысяч километров, идет большое ТО. Это ТО стоит обычно в два конца новые машины. То есть вот благодаря Рольфу, благодаря его дилерской политике, там настолько зверский ценник, что именно вот где-то... Именно поэтому в рем-зоне, собственно, у Рольфа умирают клиенты от инфаркта. Потому что пережить это невозможно. И есть устойчивое количество людей, продающих L200 на рубеже вот этих 90 тысяч километров. То есть, либо чуть-чуть перед этим ТО, потому что, когда тебе выкатывают ценник там 150, там 200, 250, 300 тысяч, ты говоришь, да ну нафиг, я лучше новую куплю. Либо она будет с небольшим перепробегом, там где-нибудь 1095. Но никто не знает, скручен спидометр или нет. Понятно. Ну, я, в принципе, рассматриваю вариант где-то 80 и гаражный сервис, потому что ребята хорошие есть. А откуда? Откуда, Иван, возьмется машина с пробегом 80 тысяч? Причина для ее продажи какая? Понятно. То есть, если только срубил мостом пень в лесу, повыдергивал все, что можно из трансмиссии и понял, что лучше я ее сдам кому-нибудь, пусть мучается. Либо хорошенько утопил, потому что ведь внедорожник, и эта машина, она не помощник по хозяйству. Вы будете, наверное, один из двух тысяч или трех тысяч клиентов, использующих автомобиль по прямому назначению. Вы его берете для того, чтобы строить, пахать, косить. Все остальные берут для того, чтобы кататься, в том числе по всяким внедорожным покатушкам. Ну, такая история тоже есть. Да, и у вас будет, тем не менее, и разумное использование этого автомобиля. Чего-нибудь такое там, типа пару кирпичей привезти. У всех остальных не для того. И машина, если продается на 80 тысячах, вот этот вот внедорожник, значит, с ним что-то серьезное произошло. Просто так его никто не продаст, потому что просто так его хватает на 200 тысяч. С чего бы вдруг? А с того, что ищите косяки. Тогда хватаете ребят из сервиса и вежливо принюхиваясь, смотрите, где течет, где стучит, что не так. И, в принципе, некоторые гайки нужно отвернуть, посмотрите. А у него там эмульсии нету где-нибудь, в мостах, например. Понятно, Сергей. Ну, в общем, основной лейтмотив я уловил. Вот. Спасибо вам, Иван. Спасибо вам за то, что дозвонились. Здравствуйте, Зуфар. Здравствуйте, Сергей. Хотелось бы услышать ваше мнение про Ахию Соренто. Бензиновый и дизельный вариант сравнения. Какого предпочтения вы отдали бы? Вообще он молодец, ведь Соренточ он теперь стал окончательно легковым автомобилем. И на бензине он просто чуть дальше бегает, потому что у нас страна бензиновая. А на дизеле он привязан к московскому региону, где всякие там Евро-4 иногда случаются на заправках. Ну, бывает такое. С дизелем он интересней. На бензине он всепогодный. Машина легковая. Никаких сверхзадач по преодолению бездорожья она не осилит. Но зато вы будете там ехать, вам будет здорово. Вам будет... Ну, она красивая. Ну, вот просто красивая. Хотя бы заодно за это она будет вам поднимать настроение. Вы на нее глянули, у вас душа на распашку. В целом, да, понравилось. И салон просторный, симпатичный. Но вот ТСДРФ показал, что провалы имеют под бензиновым вариантом. Вот, когда льга задаешь, он сразу как-то задумчиво думает и потом уже как-то начинает двигаться. Зуфар, а вы с какой машиной пересаживаетесь на него? Ну, можно сказать, не с какой. У вас какая-то точка отсчета есть? Вы вот сейчас или перед этим на чем? Ну, обычно просто Жигуль. Жигуль, у которого линейная характеристика и двигатель по евро ноль. То есть не по евро четыре, а по евро пять. Незадушенный. Вы сколько наступили, столько отдачи и получили. Да. И после этого любой современный автомобиль, как только вы пытаетесь его продавить, он сначала думает об экологии, потом начинает думать о том, как быстро ему ехать. Это от вас потребует чуть-чуть более сдержанного обращения с этим аппаратом. Ну, он вас не разочарует, а тем более после нашего отечественного. Ой, какое счастье наступит. Скажите, а вот сравнивая все-таки с дизельным, вот в дизельном варианте такого нету, провалка. Нету и не будет. Да. Дизель лучше в этом отношении. Вот именно поэтому я вам и сказал, что дизель-то лучше, просто вопрос, как далеко вы до него поедете. Вы хлебнете где-нибудь на трассе им не тающей Путина Палево, и все. Эвакуатор до Москвы, и все, на этом все кончится. Современный хороший мотор, он того, что мы называем соляркой, не терпит. Танки заправлять можно. Приличную технику через раз. Ну, Лукойловский топливо, это приличное, мне кажется. По-разному. Лукойл, к сожалению, грешит тем, что очень любит фрайчайзеровых партнеров. То есть подъезжаешь, там все фирменное, все красивое, а на самом деле это Васькины сыновья, и у него там такое. Причем на федеральных трассах у меня был опыт, когда чек-энжин загорался сразу. Вот тут же. Вот она, брендовая заправка. Ага, спасибо. Лучше бы я где-нибудь у тети Мани заправился, чем у этих вот очень крутых ребят. Я понял. А турбина у них ресурс какой? Вот у Увизельных сколько они ходят? Турбина, турбине рознь. И вообще стольник они выхаживают все. Ну, бывают особо удачливые персонажи, приканчивающие турбину пораньше. Но вот когда люди сидят, ждут и говорят, ну, сейчас турбина, вот сейчас точно накроется. Ну, вот чувствую, ну, накроется. Ах, ой, как накроется. Как она сейчас накроется? Она обычно отвечает взаимностью. А когда человек говорит, ха, а турбина-то не накрывается. Бац, а уже 200 тысяч отбегал. Понятно. Ай, какие приятные хлопоты. У нас на сайт пришел от Владимира вот какой пост. «Подскажите, насколько оправдана покупка 3-4-летней машины в московских автосалонах? Рассматриваю X5 либо ML. Нужен статусный автомобиль, денег на новый нет». Владимир, обманут на 100%. Непаленых автомобилей X5 и ML на вторичном рынке нашей страны не бывает. Они бывают очень редко, ну, не то чтобы сильно паленые. Ну, там, с документиками, может быть, даже все неплохо, но спидометр скрученный. Именно потому, что вы абсолютно правильно сказали, эта машина статусная. Статус носят долго. Вот у ML сейчас потихонечку происходит пересменок. Пришла новая модель, и часть людей как-то вот колыхнула из стороны. Ну, так уж и быть, пора бы обновиться, потому что очевидно, что я езжу на старом. Но, судя по тому, как мало ML-ов новых у нас, он не пришелся, не глянулся, он не интересен, он бабский стал. И часть клиентов спокойно доезжает на ML-ах нынешних именно потому, потому что он статусный. Тут появляетесь вы, прекрасно понимая, что, к сожалению, денег на новый нет. Нужен статус. Вот именно на людей, у которых денег нет, нужен статус. И рассчитан весь вторичный рынок паленых Mercedes и BMW, которых, к сожалению, очень много. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Хотелось бы вот у вас спросить по поводу Ашишки нового, Mercedes и Volkswagen 7-го. Думаю. Ну... К Ашишки, конечно, склоняюсь, но ваше мнение, хотя бы, знаете. А вы вообще любите Mercedes? Вообще да. У вас уже есть в семье хоть один? Или это будет первая проба пера? Ну, есть. Пара даже. ML, о котором мы говорили. А ML у вас какого, кстати, года? 12-го. Ну и как? На нем кто у вас ездит? Мужчина, женщина? Мужчина, брат. Да, вроде ничего. Замечательно. Александр, зачем вам Volkswagen? Зачем вы в свою благородную семью будете брать народную машину? Ашка, да тем более вот эта вот ураганная, которая наконец-то стала похожа на автомобиль, а не на ящик для обуви. Это уже совершенно другой подход к конструированию машин. Берите Ашку, тем более сейчас на наш рынок наконец-то повалят различные генерации этой машины. Там сейчас немцы аккуратно так присматриваются и думают, что у них будет АМГшная, АМГ к нам на рынок придет, там будут разные версии. И сейчас пошел уже такой легкий шепот, а что там у нас с полным приводом? Потому что полный привод на эту трансмиссию у него есть. И Ашку можно получить совершенно ураганную. Не портите свою хорошую коллекцию, у вас все так красиво складывается. Тимур, здравствуйте. Алло. Добрый вечер, да. Здрасте. Хотел бы, вот приглянулся мне СИД-СВ в автомате, вот хотел бы ваше мнение послушать по этой машине. Ну, если года брать с восьмого года. То есть пятилетку. Ух. Да. Вряд ли... Стоит, стоит. Вообще машина очень хорошая, машина очень правильная, машина крепкая, у нее хорошее сочетание, как раз у нее нормальный автомат, и с этим можно жить. Но пять лет машине, значит, либо ее уже износили, как любую старую вещь, там выброс, либо накосячили. Потому что сам по себе аппарат Киа СИД, он не покупался модными ребятами, как вот такая вот игрушечка, типа я сейчас выпендрюсь на весь двор. Эту машину брали как помощника по хозяйству, эту машину брали, потому что умом понимали, что огромный ящик, удобно, хорошо, сел, поехал. Скорее всего, люди, которые эту машину покупали вот таким вот умом, что называется, а не сердцем, вряд ли они решили все свои народно-хозяйственные задачи. Им по-прежнему есть что таскать, им по-прежнему есть что возить, у них по-прежнему те же самые, там, картина, корзина, картонка и вообще кровать на дачу. С чего продают? Потому что надоело, эта машина не надоедает. Значит, что-то с ней такое. Либо у нее должен быть сумасшедший пробег и скрученный спидометр, либо у нее какие-то другие вопросы, которые от вас скрывают. А если сервисная книжка там, ну... Сервисная книжка это хорошо, это интересно. Сервисная книжка, ну, подделкой сервисных книжек мало кто занимается. Хотя, в общем, я таких ребят знаю, потому что заказать печать дилера, это стоит там 500 рублей. И проштамповать всю сервисную книжку на ближайшие 700 тысяч километров, ну, для того, чтобы получить свои лишние 100 тысяч сверху, оно того стоит. Случаи такие есть. А тем более, если вы машину берете в трейдыне, в трейдыне вас обманут всегда. Потому что у трейдына задача взять машину какую-нибудь там... С этим, да, с этим ясно. Ну, они на этом зарабатывают, на этой разнице. При всем при том, что они хорошие ребята, что называется, ничего личного. Ну, вообще тогда, значит, желательно посвежее искать год. Хорошо. Предположим, Тимур, вы найдете машину посвежее. Вопрос тот же. Если она совсем новая, от нее почему избавляются? Альтернатива. Либо новая, либо машина из проверенных рук. Всегда же есть кто-то... То есть вы выбрали марку, вы опять-таки определили ее функцию, вы поняли, вот такая бы в хозяйстве пригодилась. Ну, да, да. Потому что понятно, что действительно классная машина, удобная. А по друзьям что? А по друзьям либо Cadillac, либо Mercedes, либо Mazda. Не подходит. К сожалению. Значит, вы обрекаете себя на игру в лотерею. Вы заплатите, ну, сколько? Тысяч, наверное, 500-600. Скорее всего. Ну, да, восьмой год там немножко дешевле стоит. Тысяч на 80 где-то. Ну, не сильно. Все, перерыв до завтра. До свидания.